Это клизм. У нас сразу отключают свет, электричество. Город в шоке от дождя. Поэтому это редкое явление, но мы их запоминаем хорошо. 1 января бывает дождь обычно, и май. В мае типа грозы, а вот 1 января такой хороший проливной ливень. Вопрос. Вот эту всю зелень, которую вы видите по отелям, кустики, деревья, пальмы, травку, все же это очень тяжелый труд. В песке само ничего не растет. Это все здесь выращивается в специальных рассадниках, куда сначала завезли землю, удобрение. Когда растение становится крепкое, вот тогда его пересаживают по городу. Чем поливают, раз нет дождей? Далеко, 500 километров Нил от нас отсюда, не дойти никак. Пока вот хотят сделать такой способ, но очень тяжело. Привозят. Это для мытья, для жилых домов. Действительно, воду привозят. Вы видели, как бензин возят в Баншимах? Вот у нас так воду возят. Вода приезжает, заполняет при жилых домах, такой как колодец, и оттуда насосом вода черпается в дом. Вода здесь на вес золота. Рассказываю. В душе, в отелях вы моетесь опресненной морской водой. Кто-нибудь заметил? Шампунь, мыло очень тяжело вымывается. Водичка мягкая. Почему? Во-первых, соль уходит не вся, плюс вода дополнительно минерализируется. Добавляются всякие полезные вещества. Поэтому вода становится очень-очень мягкой. Потом, я очень извиняюсь сразу, эта вода идет в канализацию, обрабатывается и идет на полив. Поэтому поливают все в Шарм-эль-Шейхе очищенной канализационной водой. Обычно все, фу, какой ужас, как так можно? Ну, слушайте, а во многих других странах вообще-то оно сливается в море и в озеро, и в реки. Так что пусть они, мы стараемся с вами, и все растет. Поэтому идет на полив, все, безотходное производство. Питьевая вода только в бутылках. Всех предупредили? Уважаемые гости, пожалуйста, здесь из-под крана воду пить нельзя, даже в кипяченом виде. Тем более сейчас жарко, я особенно прошу...